Известно, что чем больше негативных эмоций и чувств, тем больше проблем. Но эмоции и чувства зависят от мысли человека. Получается, что если есть проблемы, то человек неверно мыслит. А мысли определяются знаниями человека, его убеждениями, опытом и желаниями. Многие скажут, что они многое знают, прочитали десятки и сотни книг, проходили разные тренинги, но их желания не исполняются. И часто в жизни получается все наоборот. Возникают проблемы и со здоровьем, и в отношениях, и в материальном положении и так далее. Так вот, если вы серьезно занимаетесь и не получаете нужных результатов, то это говорит о том, что вы не осознаете смысла занятий. Это подобно тому, как вы переводите иностранный текст, искажая его смысл. Поэтому, чтобы получать хорошие результаты, нужно иметь прежде всего знания, которые являются ключом к принятию и осознанию той информации, которую вы получаете. Но для этого нужно согласиться с тем, что если что-то не получается, то вы чего-то не понимаете. Грубо говоря, надо быть умным, чтобы понять свои глупости. И с чего же начать? Первым шагом в решении всех проблем должно быть твердое намерение решить эти проблемы. Для этого нужно признаться себе в следующем. Первое. Я согласен и осознаю, что я что-то еще не знаю или неправильно понимаю. Второе. Я знаю, что большинство далеко не всегда право. Действительно, вспомните, большинство не понимало, не принимало учения Коперника, Джордана Бруна. Большинство было против генетики, кибернетики. Теперь же наоборот. Большинство думает так, как раньше думало всего несколько человек. Третий. Я готов, готова разбираться в новом, а не доказывать, что этого не может быть, это ерунда, потому что все так думают. А теперь более серьезные шаги. Четвертое. Я знаю, что причиной всех моих проблем является мое мышление. То есть причиной всех в жизни ситуаций являюсь я сам. Пятое. Если я своим мышлением получил плохое, то значит я своим мышлением могу также получить хорошее. Шестое. Я осознаю, что если я хочу, чтобы кто-то изменился рядом со мной, то мне надо изменить сначала себя. Если вы дослушали до сих пор, это уже хорошо. Если вы приняли эти шаги, то это отлично. А вот если вы будете жить по этим принципам, тогда успех вам гарантирован. К сожалению, когда человек слышит что-то новое, что призывает к изменению его взглядов, к изменениям в жизни, то мозг, подсознание начинает оберегать человека. Включается мощная информационная защита. Зачем тебе это? Это не работает, у тебя не получится. Ну и так далее. И вот здесь важно встать над мнением своего же мозга. Возможно, для кого-то написаны здесь пока просто красивые, но пустые фразы. Но суть в том, что любую информацию человек воспринимает пропорционально уровню своего развития. Это не значит, что кто не понимает, тот недоразвитый. Нет. Просто таким людям еще рано воспринимать такую информацию. И если выразиться точнее, то им пока нечем воспринимать эту информацию. Для этого надо учиться, развиваться. Попробую объяснить. Чтобы понять какую-то информацию, необходимо, чтобы в ментальном поле человека имелись те частоты, то есть какие-то базовые понятия, которые откликаются по закону резонанса именно на эту информацию. Если же в человеке нет таких ментальных струн на этой частоте, то, как говорится, ему хоть кол на голове тиши он не поймет. Возможно, вы сталкивались с такими явлениями, когда какая-то информация просто не лезет в голову. Я знаю это и по себе, хотя и доктор наук. И я наблюдаю это по студентам, по аспирантам. Умный и толковый по одной дисциплине, человек вдруг становится бестолковым по другой. Ему просто нечем думать. И это вполне нормальное явление. Отсюда следует вывод. Чтобы понять, что ты в чем-то не разбираешься, надо быть достаточно умным. И первым признаком ума является осознание, что ты в какой-то области ничего не понимаешь. И очень плохо, когда люди этого не понимают. Когда они считают, что они достигли потолка в развитии, то есть считают себя полностью зрелыми. Увы, это критерий ограниченности мышления. Выбор за вами – действовать или лелеять прихоти своего мозга. Пишите в комментарии, что вам ближе. Меня зовут Анатолий Донской. Я доктор технических наук. И уже более 35 лет занимаюсь изучением влияния мысли и эмоций, как реальных физических полей, на жизнь человека. То есть на его здоровье, на отношения, на финансовый достаток, на появление проблем, на достижение целей. Одним словом, затрагиваются все сферы жизни человека. Современная квантовая физика и генетика, а в частности ее новое направление – эпигенетика, уже вплотную подошли к объяснению влияния мышления на жизнь человека. И если вы уже давно ищете эффективные и универсальные способы для улучшения своей жизни во всех сферах, приходите на мой бесплатный вебинар, который называется «Влияние мышления на человека». Ссылка на регистрацию в описании видео. На вебинаре мы разберем вопросы, которые интересуют очень многих. В частности, такие вопросы. Почему происходит все наоборот? Почему не сбываются мечты? Почему нет денег? Плохое здоровье? Не складываются отношения? Я расскажу, над чем надо работать, чтобы улучшить вашу жизнь. А также, во время вебинара мы с вами выполним одно практическое упражнение, которое приблизит вас к решению ваших проблем. Ну и кроме того, вы лично во время вебинара на себе убедитесь, как ваши мысли влияют на ваше тело. Также на вебинаре вы можете скачать книгу «Диагностика жизни» Это книга-справочник, в котором описаны истинные причины более 300 заболеваний и причины появления проблем в жизни человека, а также способы избавления от любых страхов, депрессий, раздражений, ревности и других стрессовых ситуаций. Нажимайте на кнопку, переходите на сайт и регистрируйтесь на ближайший вебинар, чтобы узнать, как решить все свои жизненные проблемы, добиваться поставленных целей и начать жить такой жизнью, о которой давно мечтали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok